Ну что же, здравствуйте уважаемые зрители, сегодня мы с вами будем наблюдать за противостоянием команд Lightning Capybara против Kent Fight Fate в рамках Аматорской Лиги 25 сезон 8 раунд от Starladder это группа C, нижняя сетка и мы начинаем для вас комментирует Бэтрикс. Видим, что пики баны команд уже начинаются, команда Radiant забирает для себя СК и Сайленсера, команда Dyer берут себе Феникса и Андайинга. Ну и конечно же давайте еще раз разберем баны команд, Radiant забанили Датла, Лича, Друида, Лондруида конечно же, Панду и сейчас думают над пятым баном. Команда Dyer в это время забанили Хускара, Гримстрока, Марфа и Кентавра. Что это все может значить мы сейчас конечно же разберем. Undying Phoenix. Я думаю из патча еще 7.19 это невероятно сильная двойная линия, которая доставляет неприятности наверное любому корперсонажу и против такой противной линии постоять будет действительно невероятно трудно. Поэтому в любой ситуации она заходит хорошо. Команда Radiant берут себе СК и Сайленсера. СК хорош сам по себе в новом патче. Он действительно очень крут и его можно брать сейчас буквально как и Кентавра. Он очень универсален и заходит буквально в каждый пик. Но особенно он хорош против милишных керри в Хардвейне. Но и пик Сайленсера я думаю вполне очевиден против Феникса. Не даст возможно поставить яйцо. И насколько мы видим, что у команды Dyer в бане нет ни одного персонажа кроме Морфлинга, который разбивает яйцо. То есть имеется Клинкс, имеется Мирана, Урса, которых могут себе еще добрать команда Radiant. И спокойненько себе разбираться с этим ультимейтом. А Джаггернаута забирает команда Dyer. Видимо это один из персонажей, которые могут разбивать яйцо. И которых бы вообще прям никак не хочется отдавать врагу. Да, Джаггернаут в принципе тоже хороший пик. Точнее тут даже будет он хорош тем, чтобы не отдать врагу. Вот так вот я думаю. И по банам еще забанили Гирокоптера на пятый бан команда Radiant. И Нагу забанили команда Dyer также на последний бан. В этой стадии банов конечно же. Ну и что это может значить? Хускар Гримстрок. Хускар я думаю сейчас нет причины объяснять этот бан. Он действительно в этом патче очень силен, очень хорош. Так что в представлении не нуждается. Нага Морф. Нага в принципе хороша, потому что может сэвить от яйца. То есть яйцо слип и все. Все целы, никто никого не убил. Но Гирокоптер в бане. Почему? Пока что не ясно. Но залетает у нас умник. Умник на третий пик для команды Radiant. Это очень интересно. И я уже прям предвкушаю вот эту интереснейшую игру. Омни Найт в этой игре. Тем более в этом патче сейчас очень хороший. И сразу же команда Dyer, недолго думая, забирает себе Магнуса. Ну и теперь у нас вырисовывается небольшая такая стратегия. Магнус Джеккернаут Феникс. Мы все представляем как это будет. РП. Туда же Омни Слэш под Павором. Туда же взрывается яйцо. Все это время стоит Тамбана. Настакивается зомби. Ондайн ворует кучу силы. Под Эм Павором тоже бьет в это РП. Это конечно теория идеального замеса. А как будет на практике? На практике будет РП. Будет Га. Будет Га. Это Гвардиан Энджел. Туда же будет Глобал Сайленс. Если конечно же Магнус не зарпешит этих двоих персонажей. А я уверен, что это будет сделать очень трудно. Потому что как правило саппорты держат хорошую позицию в драке. И их зарпешить очень трудно. Ну и четвертый пик от команды Рэдиант. Это Антимаг. Вот это я тут никак не ожидал увидеть. Почему Антимаг? Видимо команды Рэдиант хотят себя отгородить от какого-то персонажа. По типу Шторма, Инвокера, который имеет огромный монопул. Заранее взяв Антимага. В принципе такая идея имеет место, так сказать, заслуживать на существование. Но так ли это? Пока что не ясно. Давайте посмотрим. Может по пятому пику все более-менее станет ясно. Но Умни Найт с Антимагом в принципе на линии хорош. Может подсейвить, подхилить. Так что и Умни Найт плюс сам по себе хорош в игре. И команда Дайер также еще банят Мипаря. Мипу, если честно, я бы вообще в каждой просто игре отправлял в бан. Потому что в этом патче, несмотря на 4 нерфа, он все еще остается мега сильным. Но и я думаю, что бан Мипо вполне себе оправдан. Ну и теперь. Остается вопрос, что сейчас забанят команда Дайер. Что же это будет? Какой-то персонаж, который будет неприятен против персонажа, которого возьмут в себе последним пиком команды Рэдиант. Или персонаж, который будет максимально неприятен против их пика в целом. И это Фантом Ассасин. Фантомочка тут в принципе заезжала. Допустим в мид под РП Макнуса, под Эмпауэром вот эти криты по 1388. Да, мы это уже видели. Так что видимо команда Рэдиант тоже это видели и решили от этого себя обезопасить. Ну и видим, что заключительная стадия пиков уже началась. У команд сейчас по одному пику это Тинкер для команды Рэдиант. Слушайте, а вот это уже интересно. Давненько я не видел Тинкера. Ну и что это значит? Это значит как минимум игра 30 минут. Даже если команда Рэдиант будет проигрывать, Тинкер не даст просто так зайти на хайграунд. Ну и что же теперь команде Дайер брать? Зелс тут слабенько уже заезжает, потому что есть Антимаг, есть Омни Найт и есть Сайленсер. Да, тут обезопасили себя команда Рэдиант от Зевса. Ну и что им теперь можно сюда взять? Лина. Лина видим находится не в бане. Лину можно сюда пристроить. Ну или Аркварден тот же. Арк в принципе тоже сюда хорош. Будет замедление под яйцо. Будет какой-никакой, но урон в РП если будет какой-нибудь условный мьонер. Ну и против Тинкера он тоже может стоять. И что же это у нас будет? Это Инвокер. Но тут спорно. Знаем мы, что и Инвокер может обыграть Тинкера, и Тинкер Инвокера тут больше все зависит от личного скилла. Ну и пики команд вы сейчас видите. На своих экранах команда Рэдиант будут играть через СК, Сайленсера, Омника, Антимага и Тинкера. Команда Дайер будут играть через Андайинга, Феникса, Джаггернаута, Магнуса и Инвокера. Ну и игра уже совсем скоро должна начаться. Мне будет лично очень интересно посмотреть, как себя в этой игре реализует Магнус. За этим всегда приятно, просто приятнейше наблюдать. Не знаю, есть ли такое слово, но вот просто смотреть игру и ожидать вот этого РП по пятерым, по четверым, это действительно одно удовольствие. Ну и видим, тот Аплюс нам подсказывает, что Тинкер-то 20 уровня, а вот это уже интересно. Возможно, у команды Дайер имеются небольшие проблемы. Смотрим. Начинается у нас игра. Смоки, варды, все, что может нас заинтересовать. Команда Дайер, смоков пока что не юзает. Команда Рэдиант. Санстрайк был от Инвокера, смоков не вижу. Ну и давайте по вардам. Вард один имеется у Тинкера. Ну и сейфлейн. Идут ребята без Обсервера. Скорее всего, будет в Хардлейне. Видимо, он, скорее всего, у Сайленсера, да, вот этот Обсервер Вард. И команда Дайер, в свою очередь. Видим, что в миде, по-любому, есть у Инвокера вот один Обсервер. И, скорее всего, второй Обсервер у команды Дайер в Хардлейне. Можно этим вардом дефолтно заблочить какой-то спаунбокс, правый или левый. Вот Феникс, видим, левый блочит. Ну и теперь примерно, какие у нас шансы на то, чтобы забрать баунтируны у команд. Отключается Тинкер? Возможно, нужно команде время, чтобы подумать немножко. Ну и смотрим. Наверху. СК плюс Сайленсер против Андайинга и Антимага. Нет, это не Антимаг, это Джиггернаут. Ну, в принципе-то, я думаю, у Джиггернаута с Андайингом будет трудно руну забрать такими персонажами. Так что я тут за команду Дайер. А вот на низу. Феникс плюс Магнус. С другой стороны, Антимаг, Омни Найт. Сложно сказать. В принципе, имеются два мобильных героя. Магнус, если прокачает Скипер, будет очень мобильным для такой задачи. Плюс, ну, у Феникса, видим, уже есть Фаер Спириты. То есть, нацелены команда Дайер на то, чтобы воевать за руну, как минимум. Ну, а как максимум, попытаться кого-то, конечно же, убить. Ну и сработает ли это? Не знаю. Есть ли Омник? Я думаю, что Омник на первом уровне. А, у него же нет теперь РПО. Ну, в принципе-то, у команды Дайер имеются все шансы забрать обе баунтируны на низу. Так что я тут отдаю свой голос за команду Дайер в этой драке. Ну и лайнапы примерно мы видим, какие сейчас будут. Тут отжимается вот эта, наконец-то, пауза. 30 секунд остается до начала матча. И еще одна пауза залетает. Да что ж такое? Видим, есть небольшие неповадки у игроков. Ну и наверху. Будет лайнап. У нас примерно такой. СК плюс Сайвенсор против Андайенга и Джаггернаута. Нижняя линия. Магнус плюс Феникс против Антимага и Омни Найта. Ну и мид-линия. Тинкер против Инвокера. Что, я думаю, будет самым интересным противостоянием на этой карте. Потому что Инвокер экзортовый. Может доставить неприятности Тинкеру. Но Тинкер-то, если будет играть через ракеты Лазер. Может доставить Инвокеру еще не менее неприятностей. Но тогда просядет, я думаю, по фарму. Если не получится у него как-то забрать несколько фрагов в первое время. Так что этот момент тоже такой себе опасный. Я бы даже сказал. Ну и что же, стоит все еще пауза. Игроки, видимо, имеют небольшие неполадки. Но я думаю, что это должно скоро закончиться. Я видел, что одна команда уже готова. И вот. И скорее всего у нас сейчас должна продолжаться игра. Отжимается пауза наконец-таки. Ну и нижняя руна. Смотрим, конечно же, за ней. Я думаю, тут будет основной экшен. Подходит Антимаг ничего еще не качал. У Омника также ничего не вкачано. А Магнус ничего. Ну и один лишь Феникс вкачал уже свои спириты. Смотрим. Кстати, возможно, Антимаг вкачает Блинк и попытается забрать вражескую руну. Это тоже хороший вариант. Ну и Магнус на скивере может отвезти людей от руны и тоже забрать. Почему бы нет? Звучит как хороший план. А только сработает ли? Отгоняет Магнус людей. Феникс полетит. Он точно не полетит. И по баунти-рунам, кстати, 3-1. А тут СК. Ай-яй-яй, СК забирает баунти-руну. Но за это отдаст, скорее всего, свою жизнь. Только бы не инвокер. Выбивает фласку. И неужели уйдет? Будет Дикей. Дикей 2 секунды. Хватит ли урона? По-моему, не хватит. И хватает. Все-таки забирает. ФБ у нас. Undying. Ну и вопрос, стоило ли это того. Насколько я знаю, баунти-руны на команду дают 300 золота. А за ферст-блат в одни руки 346. Плюс за ассист. Ну, не знаю. Это спорный момент. Извечная дилемма, так сказать. Но и видим нижняя линия. Антимаг плюс Омник против Феникса и Магнуса. У кого тут больше шансов? Как по мне, на линию, когда ты приходишь на милишники. Или на любом герое против Магнуса с Эмпауэром. По умолчанию на начале игры нет шансов добивать крипов. Вы просто посмотрите. 61 плюс 12. Это он еще без топора с первым уровнем Эмпауэра. У антимага 55. 58 у Омника. Но я думаю, тут первое время будет, конечно же, выигрывать команда Радиант. За счет Эмпауэра, за счет Феникса. Ну и в целом у них дабла сильнее. Могут они даже попытаться убить кого-нибудь из присутствующих на нижней линии. Видим, что Омник, кстати, вкачал уже второй скил. Наверху. Будет у нас лайнап Сайленсер плюс СК против Джаггернаута и Андайинга. Но тут примерно все более-менее ровно. И одна и другая команда может доставлять неприятности друг другу за счет ДиКиев в Андайинг. Плюс также можно пытаться доджить станы, вот эти курсы всякие за счет Блэйд Фьюри. Но вот только вопрос, будет ли это выгодно по мане, это уже отдельный разговор. Но факт есть факт. Там может и одна команда забирать другую, и другая первую. Так что тут уже нужно смотреть по ходу игры, как будут развиваться события. Ну и в миде, как мы уже говорили, если Тинкер будет играть через первый-второй, то в принципе шансы на то, чтобы убить инвокера у него есть. Но если инвокер хорош, я думаю тут у Тинкера нет шансов на победу. По крипам мы видим 5-3 Тинкер, 7 на 3 инвокер. Тут, кстати, инвокер немножко опережает своего оппонента, приносит себе что-то в курьере. Это сентри. Сразу же хочется сбить обсервер, но обсервер-то не достает. Не достает нормально так, но тем не менее, обсервер команды Радиант в безопасности. Появляется руна иллюзий на нижней части карты. Кому ее выгоднее забрать? В принципе, я думаю инвокеру. У него вроде бы больше урона с руки. Да, видим, немножко больше. А в это время наверху у нас убивает Сандкинга при помощи Андаинга и Джаггернаута. Ну и вот то, о чем мы говорили. Я на самом деле не удивлюсь, если в ближайшее время еще убьют кого-то из команды Дайер. Ведь линия, как я уже сказал, более-менее такая, что и одна команда может убивать другую и наоборот. Что у нас на низу? На низу у Антимага, кстати, 14 на 1. Подставляется немножко Омник. Можно его пытаться убить. Далеко уже заходит, выбивает фласку, сбивает Феникс, еще тычка. И Феникс в опасности закидывает спириты. Еще нужно дать два удара Антимагу. Блинк и там Феррифайр хорошо. Теперь вроде бы Феникс вне опасности. Еще закидывает хорошо Шоквейв Эмбавер. Шоквейв Макнус. И Феникс пытается выдавать урон. И Сандстрайк на ход. Потычкой нужно дать. Не достанет фласка. Какая же просто динамичная игра. Пытался Антимаг забрать Феникса на развороте. Но не успел он оглянуться, как уже его забирают. Но и тут игроки потратили, конечно, невероятно много ресурсов. Я бы даже сказал слишком много. И при этом ничего за это абсолютно не получили. У Макнуса уже, кстати, нет маны. Феникс всего лишь 30 маны. Хорошо, что и Карус Дайв маны не требует. Наверху, смотрю, есть драка. Погибает Сайлансер. Разбивается тамба СК. Ну и тут уже команда Дайр набирает свои обороты. Уже два фрага за ними на этой линии. Учитывая смерть СК, как Ферсбат, это уже 3. Ну и счет 0-3. Четвертая минута матча за нами. СК кушает стики. Есть танк хороший. Тут же бывает фьюри от Джаггернаута. Тот пытается убить СК. Но тут же Сайлансер и Джаггернаут уже в большой опасности. Дикей. Курса. И будет минус Джаггернаут точно. Вопрос, успеет ли убить СК. И погибает Джаггернаут. Минус 2, плюс 2 для Сайлансера. СК курса. Курса и... Ну и без курса и справляются Дикей. Курса, точнее, не подсейвила. Но тут возможности-то, думаю, я и не было бы. Ну и Дикей забирает у нас. Килл себе этот андайинг. Ну и Феникс погибает. А где? Ага. Т2 вышки отдается. Но, видимо, лень было бежать на базу. И решил Феникс, что лучше как бы отдаться Т2 вышке. Руна Инвиза появляется на верхней части карты. Карты. Кому же ее забрать? СК. СК было бы хорошо, но Инвокер ее решает разбить. Не держать. А то, мало ли, вдруг выйдет кто-то из вражеских саппортов. Этого, конечно же, бы не хотелось. Ну и какая раскачка у Тинкера. Тинкер берет пока что Лазер в двоечку. И больше ничего не качает. Я вижу смысл в этом. Он хочет посмотреть, есть ли у него шансы убивать Инвокера. Ну и дальше решить, что ему брать. Ракетки или марши. Да, в этом есть смысл. Нанизу. Антимаг. Видим, уже уровень 4. И, кстати, это Антимаг занимает топ-1 позицию по Крипстату. Несмотря на такую тяжелую линию, где у Магнуса есть Эмпавер. Но, кстати, за счет того, что Антимаг постоянно его харасит. У Магнуса действительно нет возможности заюзать на себя этот самый Эмпавер. И наверху оформляют Андаинка. Не помогает Хилингвард. А вот Джиггернаут теперь пытается разменять своего саппорта на СК. Ну, СК немножко больше урона. Есть ли какой-то хил. Есть стан. Тут же имеются пески. Можно пытаться еще убить, кстати, Джиггернаут. Это на развороте. Как-то подстанет. Его аккуратненько закопаться. Пески можно есть. Там пески пытаться убить Джиггера. Но Джиггер сейчас может двоих оформить. Но там пассивка СК какая же противная. А вот теперь подтягивается Андаинк. И заформляет просто обоих персонажей на верхней линии. Забирает себе двойное убийство. И тем самым спасает своего кири персонажа. Инвокер, конечно же, своего санстрайка мне добьет. Но я думаю, что кто-то мог на эту тему пошутить. Появляется руна хосты на нижней части карты. Инвокер ее форжом добивает. В принципе, в этом есть смысл. Тинкера он вроде бы не должен сейчас убивать. Тем более, что на один уровень он проседает. Но и видим, что Тинкер берет себе все-таки на три марши. Инвокера он не будет убивать наверху. Видим, уровень четыре уже есть у Сайвенсера. И уровень четыре у СК против пятый Джаггернаут. И четвертый Андаинк. Ставится тамба. Пошел Блэйд Фьюри. Возможно, получится как-то его забрать. И этого же СК ставится пески. Но в песках бегать СК. Его тут не убить. А вот Джаггернаут-то раскрытовался, как два крита подряд. И просто зарезал Сайвенсера. Теперь нападение на СК. СК отстанивается. Курса висит все еще на Джаггернауте. Вот пока сейчас падает. Хилинг Вард. Ну и теперь можно спокойненько себе отхилиться. Но вы просто посмотрите, как же Джаггернаут просто насмерть закрытовал этого Сайвенсера. Зарезал. В миде. Шестой уровень уже Тинкер. Сюда же подтягивается Омник. Не видно Феникса. Видимо, ждут его выхода в миде. И вот Омни Найт просто заходит в спину. Говорит привет, дружище. И попытается размениваться по ХП. На Икарус Дайве, конечно же, уходит Феникс. Но и его здоровью вроде бы уже ничего не угрожает. А вот в миде. А вот что в миде. В миде шестой уровень Инвокер. Пытается как-то за счет Фаржа подобивать Криджиков. Ну и мы видим, что по Криджику. 31 на 19 у Тинкера. И 28 на 19 у Инвокера. Ну и теперь, что на нижней линии. Смотрим, что на нижней линии. Уровень 6 Магнус. Уровень 6 также Антимаг. Но вот как же неприятно Магнусу за счет вот этого Эмпауэра, который он не может на себя кинуть за счет Моноберна Антимага. Это действительно пренеприятнейший момент. Наверху оформляет еще раз Санд Кинга. У нас Джаггернаут с Андаингом на пару. Ну и что по крипам у Джаггера. Это 35 на 15. Хорошо. Не так хорошо, как у Антимага, который сейчас один против Магнуса стоит. Но не понимаю, почему так Магнус много отдает Антимагу. Ведь за счет Эмпауэра можно и хорошо добивать своих и вражеских. Но по своим крипам, видим, Магнус тоже не проседает. Имеет 42 крипа добитых. В миде. Выход у нас был на Тинкера. Тинкер погибает. Сюда же подтягивается Омник. Есть Маршим. Под Маршами, кстати, проседает очень сильно Феникс. И погибает. Погибает Феникс. Забирает его Тинкер Маршами. Это, конечно, интересный момент. Но и Инвокер тут получает себе, насколько я вижу, нет фраг. Тинкер разобрал себе Феникс. Но опыт Инвокер, я думаю, свой получил. Так что не расстроен. Наверху поставили Тамбу. Видимо, было какое-то нападение. А тут еще, кстати, СК есть. Пытается отсюда выйти. Возможно, получится у него это даже. Да, в принципе, ему тут ничего не угрожает. Станчик есть. Есть пески 11 секунд. Стики на 4 заряда заряжены. Но и видим, что на низу Антимаг продолжает фармить. Как говорится, драки драками. Но всегда есть тот, кто фармит. В этом случае это Антимаг. У него 54 на 9. Уже видим, что ПТ на подходе. 200 золота остается. 55 на 10 у него. Наверху пошла драка. СК в песочке зарылся. Нет никакого на него вижена. Но я спокойненько себе должен отсюда уходить. Ставит за хилинг вард. И теперь взрывается востворд. Можно пытаться как-то дальше драться. Есть дикей. Ну и тут, по-моему, ошибка от Саймонсера. Два крита прокает от Джаггернаута. Нужно еще... Нет, еще не будет. А баунти руны. Вот почему у нас здесь драка. Появляются все-таки баунти руны. Пытается СК забрать эту руну. Он заберет ее. Но, скорее всего, погибнет сам. И санстрайк мимо. Ну и СК вроде бы должен выживать. Подставляется Джаггернаут. Джаггернаут ультует. И минус Саймонсер. Хорошо сыграно. Да, действительно. На варде еще видно СК. Можно попытаться его забрать. Если будет Фьюри стик. И будет Фьюри хорошо доджит стан СК. Сюда же подтягивается Омник. Дает баф. Но этот баф его абсолютно никак не спасает. Есть еще подхил. Кстати, непонятно, почему не захилял Омник своего СК. Но это уже другой момент. Подтягивается сюда Тинкер. Тинкер уровень 8. Есть уже Трэвела на 10 минуте. Это хорошо. Маршив 4. Есть ракетки. Лазер в двоечку. Ну и инвокер. В миде видим есть уже ПТшка. 2 0. Апнутые стики. И Феррифайр. 100 золота в кармане. Ну и в это время Антимаг занимает вторую строчку по Нентворцу. Его опережает один лишь Джекернаут. Кстати, наверху сейчас идет драка. Подставляется Омник. Есть Блэйд Фьюри. Хорошо. Можно идти дальше. Есть минус Омник. Сюда же летит Тинкер. Вот это уже опасно. Ульта нет у Джекернаута. И он будет скорее всего минус. Есть Лазер. Сюда же закидывается пачка маршей. Стан хороший. ОТСК подтягивается. Магнус. РП по одному лишь Сайвенс. Это такое себе. Залетает Феникс. Съяйца еще нет. Уровень 4. Глобал Сайвенс прожимается. И вот теперь-то команда Дайр вынуждена бежать. Андайнг с руки просто тыкается против Тинкера. Прожимается Арканы. Но тут Андайнг без шансов отправляется в таверну. Санстрайк. Почти, кстати, добивает Сайвенсера. У него 14 хп остается. Какая досада. Ну и трипл килл оформляет Тинкер. Все-таки у нас еще Магнус где-то погиб. Интересно. Магнус у нас все-таки погибает от Сайвенсера. Ну и что-то по размену. Размен 1 в 4. Погибает Омник в размен на 4 персонажей команды Дайр. Это провальный провал. Этот Тинкер, который просто прилетает, закидывает марши, закидывает свои скиллы. Как же он сильно зарешал в драке. Но еще зарешал, конечно, что у Джиггернаута не было ультимейта. И пятый уровень. Феникс на 12-й минуте. Это, конечно, тоже. Ну, РП с Сайвенсера, я думаю, нет смысла обсуждать. Все и так. Понятно, более-менее. Теперь. Верхняя линия. Джиггернаут уровень 9. Омнислаж уже есть. Можно пытаться кого-то убить. Нужно немножко подворовать силы андаингу. И за счет потом этой наворованной силы с маленьким уровнем здоровья можно просто подходить и ультовать в лицо на Джиггернауте. На низу уровень 10. Антимаг у него уже есть ПТ. Два в Рейсбенда. Персик. Рецепты на БФ, кстати, и 700 монет сверху. Если все так пойдет у антимага, то БФ появится примерно на минуте, скажем, 15-й. Условно. Наверху вижу драка. Ультует Джиггернаут. Погибает у нас, скорее всего, Сайлансер. Да, есть минус списки. Закопался СК. Его не видно. Он должен уходить. А вот андаин к большой опасности подхиливает себя Омник. И еще одну тычку нужно дать. Но не хватает МС. Будет ли что-то сюда еще ДК есть от андаинга. И в миде, видел, была небольшая драка. Погибает Тинкер. Вы использовали Супернову. РП было в кулдауне. Но и так хватило. Просто зашли за вышку, за Т1. Запинали ногами Тинкера. Ну и теперь. Теперь-то нападение на вышечку Т1 в миде. Инвокер, подавакрите. Очень быстро это дело у нас решает. Вышечка должна отъезжать. Только главное ее заластхитить. Иначе это будет не так эффективно, как могло бы быть. Нападение. Наверху есть на Омника. За ним хорошо чейзит Джеккернаут. Можно попытаться даже убить Омника. Там есть Гану. Нет смысла его юзать. И минус Омни Найт. Тинкер. Видел, сюда куда-то летел Тинкер. Он на базе находится. У Тинкера уже есть Фейзы. Фейзы. Трвала, конечно же. Плюс 800 золота. Сол ринг. Наверху еще вижу. Какая же это у нас контактная линия. Действительно, тут, наверное, основной экшен происходит. Но все это время. Все время, что происходят драки. Антимаг фармит на нижней линии. И ему норм. Как говорится. 1600 золота у него уже есть. И неужели это БФПТ 2 в Рейсбэнде на 15? Если это так, то у Антимага тут действительно большие проблемы. Находит его Джеккернаут. Там нет ультимейта. Бояться нечего. Но пофармить, я думаю, тут Джеккер вряд ли тоже нормально сможет. Антимаг может спокойно выходить. Мешать ему. Но тут уже вопрос приоритетов. Стоит ли это того, чтобы выходить. Мешать Джеккернауту. В пользу фарма в лесу? Мне кажется, нет. Попадает на скан Магнус. Обходит он скорее всего. Тут засканили команда Рейдин. Хотят напасть на Инвокера. Я думаю. Торнадо мимо. Ну и вышка падает. Инвокер забирает себе 100 золота бонусного. Бонусного за добитие вышки. И что уже есть у Инвокера? На третьем месте по Нетфорсу он находится. Глобал Саймонс. Пошла где-то драка. Вижу нападение. Пыло просто в никуда. Эпицентр Джеккернаут уходит. Ну и просто провальный провал. Уходит еще с блинка Антимаг. Его теперь не догнать. Но и тут команда Рейдин, конечно, потратила свои скиллы просто в никуда. Смог прожимает. Пытаются сейчас догнать команду Рейдин. Заходит на хэграунд. Андайнк РП в одного лишь Саймонсера, который уже нажал ультимейт. И мимо еще Санстрайк. Ну что ж такое. Не в тех ребят тратят скиллы. Мне кажется, команда Дайер куда надо. Но игрокам виднее. Возможно, там имеется какой-то план. Так что мы будем наблюдать. Окупится только лето. И торнадо не достает. Ой-ой-ой. Как же это было близко. Ну а теперь у Антимага появляется БФ. 15-ая минута, как мы и говорили. Уже 200 золота имеется сверху. И команда Дайер смогут ли убить Т1-бышку? Ну, Антимаг сюда точно не придет. Нет Глобал Сайланса. Нет также Эпицентра. Но мне кажется, стоит отдать. Да, в такой ситуации, конечно, драться за Т1-бышку, если честно, звучит так себе. Звучит как плохой анекдот. Ну и дальше. Видим, команда Радиант находится в своем верхнем лесу. Подфармливают Кривчиков. Уровень 8 уже есть у СК. А что по Блинку? Блинк также на месте. И давайте пройдемся по артефактам. Омник. Есть Арканы? А нет, это не Арканы. Это Капли. Что-то я слишком поспешил с выводом. У Омника всего лишь 500 Нетворс на 16-ой минуте. У него даже нет сапога. Антимаг сюда подвигается. У него БФ. Он только купил БФ. Если сейчас погибнет, это будет очень достанно. Прожимается Га на Омнике. Джекернаут поехал крутиться. Пытается выдать много урона. Санстрайк на ход. Но Сайленсер не двигается. Минус Сайленсер запрыгивает Антимаг. И просто фулл мана Инвокер Ультимейт. Ну и тут его сейчас должны наказывать. Торнадо уходит все-таки с Блинка Антимаг. Также его бафает Омни Найт. Под курсой находятся три персонажа. Тут же Тинкер поехал. Накидывает ракеты из Хайграунда. Ну и теперь у команды Рэддиан большие, большущие проблемы. Получает еще одну ракету Инвокер. Но находит Тинкера. И теперь-то его не должны отсюда никуда упускать. Закидывает Магнус наверх сам себя. И просто под маршами сейчас отправится в таверну. Пытается как-то там размансовать. И слушайте, да выживает Магнус. Ой-ой-ой-ой. Как же он там вот эти милые шажочки подделал. И по итогу выжил. Просто прекрасно. Ну и что по итогу? Забрали Тинкера. Забрали СК. Отдали, конечно, важные скиллы. Такие как ультимайт на Джаггере, Супернову. Но в принципе, если бы убили Антимака, было бы вообще круто. А, вот еще Сайвенсора убили. Но, не знаю. Антимак там очень сильно рисковал. Плюс просто ужаснейший ультимайт от него был. Феникс, Ластвор на него. Тут уже никуда Феникс не денется. Будет штрафной круг, если полетит. Ну и решает просто не тратить свое время. И погибает. На 30 секунд отправляется в таверну. Ну и вот опять об этом ультимейте. Почему он не проверил монопол инвокера? Я пока что не понимаю. Но, там ультимейт можно было дать получше. И, кстати, наверху есть РП по Антимагу. И есть Санстрайк туда же. Какая ошибка от Антимага. Буквально ошибка на ошибке. То ультимейт в фулл моно инвокера. То вот так подставится под РП. Но, тут, конечно, Антимаг немножко подзакидывает. Откровенно говоря. Джаггернаут. Есть Манта Стайл. Есть по Т2 в Рейсбенда и Блинк. И под Эмпауэром видим, у него пока что нет проблем с фармом. Чувствует он себя здесь хорошо. Но мы понимаем, что у команды Рэдиант имеется Тинкер. А Тинкер это значит как минимум еще минут 15-20 к игре. Потому что просто так зайти на хайграунд вряд ли получится. Стоит вард. Противотинкер. Противотинкеровый вард. В принципе, это стандартная практика. Ну и дальше по артефактам. Тинкер. Блинк. Тревелла. Сауринг. 800 золота сверху. СК. Блинк. Транквилы. 1200 золота. Сайлансер. ПТ-шка 0 и 300 золота. Джаггернаут. Блинк. Манта. ПТ-2 врезвенда. И 1000 золота сверху. Дальше. Феникс. Урна. И кстати, Тинкера поймали. Вот это может быть ошибка. Сюда же запрыгивает. Просто Джаггернаут. Супернова ничего не жалеет. Но Супернова скорее всего была такая защитная. Чтобы никто сюда не лез. Ну и что же. Минус Тинкер. Это себе спокойная открытая дорога к Т2. Ну и за такое время скорее всего на Т3 зайти не получится. Но тем не менее можно забрать Т2 абсолютно не опасаясь ничего. Хорошо сыграно. Феникс там очень грамотно сбил урной. Ну или даже я бы сказал немножко не среагировал Тинкер. Потому что когда накидывается урна, я знаю есть время чтобы нажать блинк. И если бы среагировал, то в принципе можно было бы выживать. Но минус Тинкер. 9 секунд его еще не будет. Есть байбэк, но тратить смысла конечно же нет. Прожимается глип командой Дайер. А вот теперь-то неужели они пойдут на хайграунд? Да, заходят. Стоит там баба, появляется Тинкер. Ну и Т3 в принципе можно забрать. Ну а дальше будет сложновато. Команда Дайер заходит просто в наглую на хайграунд. Пытается убить барак и милишный барак. Слушайте, может у них-то получится. Я вот сейчас не знаю, но там нет РП. Там нет, нет РП есть. Есть РП, но нет суперновы. Погибает у нас сейчас Омни Найт. Слушайте, как же он его просто зарезал. Глобал Сайвенс пошел. Джиггернауту нужно сэвить антимаг и... Взрывает Джиггернаута. Не добили милишный барак. Это может быть ошибка. Милишный барак слишком важен, чтобы его не добивать. Можно было в принципе даже отдать еще одного-двух героев, чтобы забрать этот барак. Ведь на отступлении сейчас по-любому кого-то убьют. Ну, хотя, видим, нет. Инвокер вроде бы уходит. Погибает один лишь Джиггернаут. Ну и в принципе, я думаю, команда Дайер сделали все правильно. Ну и в такой ситуации против Тинкера забрать Т2 вышки Т1, Т2, Т3 и почти забрать милишный барак. Это хорошо, конечно, но, как говорится, почти не считается. Ну и теперь, по графикам. Около 6000 золота преимущества за командой Лайтнинг Капибарас, они же команда Дайер и по опыту около 4000. Рошан стоит. Рошана можно пытаться забрать. Кто же сюда первым сунется? Мне кажется, на такой местности у команды Дайер имеется, конечно же, преимущество побольше. А у антимага появляется манта. Слушайте, а фармит-то он отлично. Я бы даже сказал, 21-ая минута манта. Если бы он, конечно, еще не помирал, так как он это делает, то, в принципе, манта была бы на 20-й. Или, может, даже на 19-й, кто знает. Ну и что же, мы видим, что антимаг занимает вторую строчку по Нетворцу. Опережает его только лишь Джиггернаут, у которого на 200 золота больше. Есть у него уже Блинг, манта, ПТ и один Митрилхаммер. И что-то ему летит. Неужели уже летит БКБшка? Нет, это Башер. Башер для Джиггернаута. Видимо, хочет он иметь возможность, так сказать, убивать антимага в соло или того же Тинкера. Так что, в принципе, Башер тут действительно хороший выбор. Но вот в чем вопрос. Как ультовать, если Global Silence? Да, это хороший вопрос, который висит в воздухе у команды Дайер. Ну и на Джиггернауте, мне кажется, БКБ просто необходима. А вот, вот так вот. Лотус Орб на Магнусе. Ну и теперь, если, конечно же, Магнус сыграет, то в любом случае Джиггернаут нажмет свой ультимейт. И проблем быть не должно. Ну или просто выдаст РП даже под Global Silence. М-Пауэр на Джиггернауте висит. Нужно обновлять смоук от команды Дайер. Кто у нас тут? Антимаг. Антимага было видно. Его можно попытаться убить. Ой, как же это сейчас может быть опасно. Но слишком разделились команда Дайер. Слишком они растянулись. Антимаг пушит нижнюю линию. Но ловить антимага. Это такая просто бредовая идея. Потому что он вот так вот просто будет по деревьям прыгать. Он видит, что никого нет на карте. И он прекрасно понимает, что за ним выехали. Это мега, просто мега очевидно. Но объясню на всякий случай. У команды Дайер наверху запушена линия. Крипы просто бьют вышку. Также на миде стояла пачка крипов. Две пачки в видении. Потому что два ранжевых крипа. Их тоже никто не бил. Низ пачка тоже была примерно в этом районе находилась. И ни одного героя не было видно на линии. То есть сколько фарма пропадает. Почему? Конечно, потому что враги находятся в смоках. Или бьют Рошана. Но тут два варианта. В любом случае антимагу нужно быть поаккуратнее. Забирает. Хорошо, вышечку. Плюс 100 золота для антимага. Это правильно. Бонусное золото никогда не повредит. Что у антимага? Плюс 2600 золота у него уже на руках есть после покупки манты. Ну и теперь ему нужно как-то реализовывать себя. Уже понемножку подтягиваться в игру. Брать себе башер. Брать абиссов. Немножко набрать жира. Так сказать, в массу. И пытаться уже с командой делать какие-то убийства. А что у тинкера? Кстати, у тинкера ветра. Интересно. Интересный выбор. Не знаю, насколько это оправдается. В принципе, если вот так вот будут нападать. Наверху, кстати, есть нападение на инвокера. Тут же в песке закапывается СК. Global Silence пошел. Будет ли какая-то драка? РП прекрасная от Магнуса по двоим. Но там Guardian Angel ставится яйцо. Его бьет антимаг. Он может пытаться его убить. Но с киллером подвозит Магнус. И выживает Феникс. А вот антимаг отсюда уходит. Разменялись, кстати. 1-1. Погибает у нас, кстати, Джокернаут. Он в опасности запрыгивает антимаг наперед. Но там Хеллингварт работает. Вот только сейчас у него сбивает ультимайта. Не добивает антимаг. Выживает Джокернаут. Но все еще чейзит антимаг. Торнадо мимо. И МП на ход. Тут же висит на нем Мурнан. Ну и антимаг слишком заигрывается. У него нет маны на блинг. И скорее всего уже не будет. Стоит ледяная стена. Коудснэп работает. И антимаг тут слишком далеко загулял. Минус антимаг. Минус 3 от команды Дайер. В размен на одного лишь андайинга. Но драка просто превосходная. Вот этот Лотус Орб на Магнусе. Просто Глобал Сайленс. То даже Лотус Орб. То даже РП по двоим. Но все еще стоит вопрос. Как ультовать Джокернауту. Когда на нем висит Сайленс. Что делать? Нужно БКБ. Но он собирает бабочку. Не ошибка ли это? Действительно. Собрать. А есть манта. Боже конечно же есть манта. Если Джокернаут не провейстит манту. То в принципе за счет манта стайл. Сможет он очень просто эту проблему решить. Не подумал я об этом конечно же. В миде. Подцепили немножко СК. Получает он много урона. Скидывает с себя дебафы за счет ветров. Ну и теперь заход на Рошана от команды Дайер. У антимага что-то появилось. Башер. И дальше нацелен он на покупку Тераски. Рошан падает. Первый Рошан. Аегис без сыра. Без рефрешера. Забирает Аегис себе Джокернаут. Ну и теперь главная задача команды Дайер. Подцепить Тинкера. Тут у нас СК нападение. В песочке закапывается. Выходит отсюда. Отблинковывается. Хорошо. Торнадо инвокер попадает. Можно цеплять Сайленсера. Есть Коус Найпи. Отсюда Сайленсер уже никудашенький. Не уйдет. Минус. Сайленсер на 40 секунд. Но все еще. Есть проблема в виде Тинкера. Как ее решить? Пока что непонятно. Есть конечно же вариант просто отрезать команду Рэддиант. Вот. На карте рисую по эту часть. И фармить. Фармить здесь. Фармить здесь. Фармить всю карту просто. Не давать врагам шанса выйти. Получить золото. И нафармить до такой степени. Что просто враги не смогут вас убить. Даже под Тинкером. Ну а вот видим. Вот так это работает. Культует Андайн. Пытается ходить. Принимать на себя внимание. Джаггернаут под лод с орбом бьет бараки. Подбывает фьюри. Тинкер вроде бы и мешает. А вроде бы и нет. Мне понятно. Тут ставится еще яйцо. А яйцо то вот это интересно. Магнус РП. Но там торнадо от инвокера немножко не закомбинили. Погибает также Сайленсер. Погибает Омник. Омник делает байбэк моментально. Возможно получится драка. Бараки на нижней линии. На верхней точнее уже уничтожены. Ну и что теперь? Запрыгает доска. СК стан по Фениксу. Но Феникс уже потратил супернов. От него нет пользы. Но будет все равно минус. Сколько же времени тратит антимаг. Чтобы убить этого Феникса. Несчастного погибает. Феникс ультует. Джаггернаут. Джаггернаут ультует. Хорошо по двоими. Дабл килл оформляет Джаггернаут. И теперь вот уже нападение за антимагом. Пытается сделать отсюда телепорт Магнус. Но баш просто пророкает с первого удара. Это настолько классическая классика. Что просто я даже улыбнулся. Если честно. Баш с первого удара. Насколько это? Ай-яй-яй. Тинкера убили кстати у нас. Джаггернаут пытается размениваться по здоровью с Сайленсером. Но там не по шансам прожимается Блэйд Фьюри. Пытается добить Сайленсера. Получится ли у него это? Но по-моему без шансов для Сайленсера. Последняя тычка отменяет. Но нет. Все-таки забирает. И минус 4 оформляет команда Радиант. Но погибает кстати у нас еще инвокер. Антимаг добирает у нас этого персонажа. И дальше будет преследование за Джаггернаутом. Уходит с блинка. Ой. А с блинка то ушел интересно. Да. Назад обманул немножко Антимага. И по Файтер Капу старел. Так что мы не посмотрим. Но. В принципе как по мне там драка была выиграна командой Дайер. Потому что много персонажей погибало. Но. Вот не понимая действия Антимага. Он гонится за вот этим Фениксом. Который уже отдал Супернову. Чтобы просто добить его. Он же бесполезный. Просто забейте на него. И делитесь дальше. Но. Тратится время. Тратится способности. А убийства получаются бесполезные. Но вот так и живем. У Джаггернаута уже есть Абисал. Есть также Манта Стайл. Есть Блинк. Глобал Сайвенс прожимается на Сайвенсере. И подцепили Тинкера. Но там Гост. Блинк. Хорошо сыгран на Тинкером. Не находят его. И у Блинков вывается. Еще раз видно его ли. Или нет. Нет. Уходит Тинкер. Уходит. Но какой ценой. Глобального Сайвенса. Наверху кстати. Антимаг запушил линию. Т3 упала у команды Дайр. Слушайте. А вот это серьезно. Лотус висит на Магнусе. Но его скорее всего взорвет. Антимаг. Тут же работает Башар. И Манно Войт. Добивает Магнуса. Вот это Антимаг сыграл. Слушайте. А Барак опять отъезжает. Минус рейнжевой Барак. И теперь Милишный. Тут же подтягивается Инвокер. Есть Торнадок. По таймингу. Туда же Санстрайк. Бласт. Но урона не хватает. Прожимает контраспелл. Антимаг пытается отсюда уйти. Но Коудснеп. А бисов на Джиггернаута. Коудснеп просто не отпускает. Какой же это имбовый спелл. Нападение у нас есть на Сайвенсера. Сайвенсер пытается сделать телепорт. И еще один Коудснеп от Инвокера. Какой же просто лютый Инвокер. Видимо взял талант. И да видим на минус 12 секунд перезарядки. Подставляется. Тинкер. Опасно было. С этим надо быть поаккуратнее. Но факт в том что Антимаг забрал один барак. Да это рейнжевой барак. Но тем не менее. Т3 вышка. Барак. И возможно даже Т2 вышка. Но тут Дайры конечно не доконтролили этот момент. И за это конечно же поплатились. Нужно быть с такими вещами поаккуратнее. Ну и теперь команда Дайр вынуждены идти в нападение. Потому что понимает что еще один два раза. Так Антимаг провернет свою схему. И могут лишиться команда Дайр своих всех сторон. С этим надо быть действительно очень внимательно. Теперь заход на хайграунд. В исполнении Джаггернаута. У него все еще есть Айегис. У Феникса есть уже Шива. Тамба ставится от Андайнга. И находит Тинкера. Это может быть ошибка. Тут же Тинкер получает урон от ульты Андайнга. Стоит хорошее яйцо. Его никто не бьет. Гвардиан Энджел. Но Тинкер погибает. Моментальнейший бойбэк. Понимает что надо делать. Тинкер возвращается в игру. Но как же сейчас решал ультимейт Андайнга. Кто не знает. Он наносит теперь периодический урон. И Тинкер не смог блинкануться за счет этого ультимейта. И в Гостескейпетре погибает. Под это у нас Айегис. Да. Больше не будет Айегиса на Джаггернауте. Теперь надо быть поаккуратнее. Забирает. Милишный брак остается рейнджер. Ой. РП по двоим. Прекрасная. Но тут же Глобал Сайленс. Не дает ничего туда залить. Но уже нет. В этом смысле. Ведь РП было скастовано. Джаггернаут. Нет маны на ультимейте. Катаклизм от инвокера. И просто взрывает двоих персонажей. Гадлайк получает Джаггернаут. И СК теперь следующий. Антимаг делает байбэк. Коуснап от инвокера работает. Но нечем цеплять дальше. И теперь. Дайеры. Нужно отойти. Не дайвить слишком далеко. Просто спокойненько. Нажать телепорты на базу. Восстановить ресурсы. Закупиться. И пойти дальше воевать. А мы пока что проверим. Что по артефактам у игроков. Омни Найт. Сапог Сауринг. Антимаг. Уже купил себе. После башера Ривер. Нацелен на покупку Тараски. Ему остается буквально 600 золота. Байбэка у него уже нет. Тинкер. Есть Блинк. Гост. Ветра. Треволас Сауринг. Боттл. СК. Есть Ветра. Есть Блинк. Дальше Сайлансер. Есть Гост. Скептер. Джаггернаут. Блинк. Абисал Манта. И Игл Сонг. Интересно. Это все таки бабочка на антимаге. На Джаггернауте конечно же бабочка. Но и знаем что мы с новым ультимейтом. Джаггернаут может сделать чудеса с этим артефактом. Феникс. У Феникса есть Шива. Есть также Ветра. Урна и Транквилы. Инвокер. У Инвокера БКБ. Аганим и Блинк Даггер. Магнус. Есть Блинк. Есть Лотус Орб. Есть Огракс. Ундайинг. Есть Худ. Есть Арканы. Ну и в принципе у команды Дайер сейчас есть все необходимое, чтобы пойти и закончить эту игру. По графикам. Команда Дайер ведет около 15 тысяч по золоту и около 20 тысяч по оботу. Что это значит? Мы сейчас сможем увидеть. Уровень 13. Сайлансер уровень 12. Омни Найт. Нападение у нас тут есть на кого-то. Искали Тинкера? Нет. Искали Антимага. Но слишком сложно его поймать. У Антимага еще талант на перезарядку Блинка. Так что в принципе поймать его очень трудно. Ну и давайте пройдемся пока что по талантам игроков. Омник 90 золота в минуту. Антимаг. Скорость атаки, ловкость, перезарядка Блинка. Тинкер берет 2 левых. Дальше СК. Также 2 левых. Замедление атак от Эпицентра. 200 здоровья. Сайлансер скорость атаки. Джаггернаут. 20 эмэса. 1 длительность Блэйд Фьюри секунда. И 10 брони. Феникс берет 2 правых таланта. Инвокер. Катаклизм, конечно же. Перезарядка Коудснэпа. И урон от Касания Метеора. Магнус. Урон от Шквайв. 200 здоровья. Undying. Добрался все-таки до 15 уровня. Берет себе призыв. Надгробие при смерти. Это когда его убивает. Появляется еще одна тамба. Это на самом деле очень имбовый талант. Ну и теперь. Рошан еще появляется только через 3 минуты. Ну столько времени. Команда Дайр. Видим, не хотят ждать. Есть ДД на Джаггернауте. Есть Эмпавер. Просто идти и ломать. Сможет ли Тинкер это дело задефать? Я думаю нет. Посмотрите просто какие кусища отрывает Джаггернаут. Это жесть. Запрыгивает Инвокер. Прожимается ультимат на Undying. Кстати подцепили у нас Тинкера. Казалось бы. Но Global Silence не отпускает это дело. Инвокер слишком далеко зашел. Закидывает тюхтелька. Пытается он зонить как-то этого Тинкера. СК станом не попадает. Ну и теперь. Просто пытается сделать мега крипов. Команда Дайр. Падает. Милишный барак. Взрывается яйцо. Это зонящее яйцо. И рейнжевой барак падает так же. Все. Прекраснейшее по троими туда же. Катаклизм залетает. И даблкил от Инвокера. Есть еще Guardian Angel от Omnika. Но он уже не спасет. Манавойд. Хороший в принципе. Но никого не убивает. Ну и теперь у команды Дайр. Мега крипы. СК подстанем. Под боем. Хорошо. Есть дасты. Можно попытаться как-то еще побоевать. Торнадо откидывает Инвокер. Но есть ли какое-то продолжение. Закидывается и MP. Коудснэп пытается Инвокер как-то разменяться. Выиграть время для своей команды. Но тут фуловый Антимаг. Нужно уходить. Хорошо. Блин. Ком доджит Инвокер Антимага. Уходит в Инвиз. На нем больше нет Вижена. А вот Феникс в опасности поднимает Антимага Ветра. Возможно его сейчас попытается еще здесь оформить втроем. Но нет. Слишком рискованно. Ну и какая же просто крутейшая игра. Команда Радиант потеряла все свои стороны. У них нет верхней линии. У них нет мид линии. И у них нет нижней линии. Всего лишь 2 Т4. Кучка унитазов. И главное здание осталось у команды Радиант. И конечно же надежда на победу. Как им дефаться? Главный вопрос. Есть Тинкер? Хорошо. Тинкер с уроном на... Сталантом на урон от Маршей может это дело задефать. Антимаг с Баттл Фьюри. В принципе тоже может. Плюс имеется еще СК с пассивкой. Но в целом команда Радиант может дефать мега крипов. Но как же это будет проблематично? Нужно дождаться Роша на команде Дайер. Зайти забрать Айегис. И уже с такими ресурсами как Рефрешер, Сир Айегис. Попытаться зайти просто в наглую. Убить врагов на их базе или же сломать Т4 Трон, к примеру. Ну и закончить уже эту игру. По графикам уже близится у нас они к отметке в 20 тысяч золота преимущества для команды Дайер. И по опыту также уже перевалили за 20 тысяч. Но тут уже скоро будут 25 персонажи 25 уровня. И этот рост уже перестанет так сильно влиять. Есть курса от Саймонсера. Пытается закинуть, хоть как-то дефать. Но заходят мега криплы. Пытается Джиггернаус Глинка как-то наперед. РП есть по кому лишь РП? Нет, РП нет. Глобал Саймонс прожимается. Есть еще Лотус Орбу Магнуса. Что РП просто не по кому. Ну и Антимаг подставляется. Пытается отсюда уйти. Катаклизма от Инвокера не попадает практически не по кому. По одному лишь Саймонсеру. Взрывается яйцо и Т4 вышка на очереди. Эпицентр хороший от СК по двоим, по троим. Тут даже Антимаг запрыгивает с ультимейтом. Она вот взрывает. Вихилит. Феникс пытается выхилять хоть кого-то. Но слишком много урона сейчас выдает Инвокер за счет этого Алакрити и Бласта. Ну и теперь просто минус один в размен тоже на одного. Т4 вышки падают. И тут уже мега-креплые на базе. Джаггернаут лутует. Какого же прекрасного ультимейта Джаггернаута. Но там Гвартиан Энджел. Гвартиан Энджел не отпускает. Лутует Антимаг в Магнуса. Магнус вроде бы выживает. Но там висит Курсал. Лечит еще ракета. Пытается хилить его Феникс. Но минус Магнус запрыгивает Антимаг. Дальше пытается резать Феникса. Феникс минус. Дальше можно идти Антимаг за Инвокером. Инвокер получает баш. Тоже получает Ласт Уорд. И прокает еще один баш. И Инвокер минус будет. Да, есть минус. Двойное убийство оформляет Антимаг. И в сумме минус 4 от команды Радиент. Но ценой байбеков. Байбек на Омнике. Байбек на Сайлансере. И также погиб СК. В размен на четверых персонажей команды Дайер. Кто больше всего внес урона? Тинкер 8400. 8400 Антимаг. Ну, это конечно понятно. Но за этот заход команда Дайер забрала 2 Т4 товара. Ну и что теперь? А теперь за следующий заход они просто зайдут и сломают трон. Уже есть Рошан. Этот Рошан 2. Я почему-то думал, что 3. Но нет, это 2 Рошан. Это Сыр Аегис. С Сыром Аегиса можно уже заходить спокойненько себе. Ломать базу. Плюс на Джаггернауте будет к этому времени ультимейт. И если еще подставить за Тинкер, то это вообще просто замечательно. Ну и в принципе у команды Рейден все еще имеются шансы выиграть. Да, да. Да, несмотря на то, что они сейчас находятся в незавидном положении. Но еще одна такая смерть от команды Дайер. И это может быть конец. Антимаг подставляется. Магнус опять выдает РП просто в никуда. Топтал землю. Притоптал землю немножко Магнус. У нас выживает по итогу Антимаг. Второй РП уже в никуда. Пытается сделать телепорт. У нас Омники. У него это выходит. Не успевает Антимаг. Не успевает, точнее, Джаггернаут выдать баш. Ну, Антимаг зашел на Рошана, кстати. Немножко решил помочь команде Дайер подфармить его. Но и имеются ворды у команды Дайер, которые сейчас заканчиваются. Нужно их бы обновить. Видно, СКСК понимает, что его видят инвокеры. Уходит. Но и будет ли сейчас у нас финальная драка? Байбеки. Антимаг запрыгивает на Джаггернаута. Нужно давать Абисал. Но ловит. Да, Абисал первый баш тут же. Нет, это был просто баш. А теперь Абисал Глобал Сайленс. Нет РП, что делать? Есть. Скивер подвозит Антимаг, ублинковывается. Дальше можно пытаться запрыгивать. Хорошо, СКС Эпицентра. Но тут же ставится Супернова. И она должна взрываться. Ее никто не бьет. И теперь просто продолжает драться. Залетает дальше Феникс. Как же далеко он залетает. Видит Тинкера. И неужели это будет ошибка от Тинкера? Нет, ублинковывается Тинкер. Антимаг нападает на Феникса. Но у Феникса опять уже ничего нет. Зря он его бьет. Тут же Лотус Орб. Не получается отразить. Утимайт Антимаг. Антимаг, Контер Спелл пытается воевать. Дальше ублинковывается. И вроде бы должен жить. Пытается сделать телепорт. Это возможно ошибка. И... Нет. Улетает. Повезло. А мог бы и помереть. Да. И мог бы и я помереть от сердечного приступа. Вот такие телепорты делать. Ну и теперь Трон. Трон, ну а что? Или Рошан. Тут не понимаю. Вот уже второй раз вовлюсь себе на мысли. Что не понимаю немножко действий Антимага. Вроде бы фармит хорошо. Но зачем он пытаться убить этого Феникса. Когда он же все отдал. Все свои скиллы прокастовал. Все свои способности. Все свои предметы. И плюс есть еще кого бить в это время. Он бьет Феникса. Я возможно с высоты своего 4К рейтинга этого не понимаю. Но возможно действительно имеется в этом какой-то план.